всех приветствую в данном видео вам расскажу и покажу как можно сделать такие откосы винтом я их называю кривые откосы человек или заказчик захотел сделать что-то оригинальное не хотел он делать арки поэтому спросил что можно сделать с этими откосами откосы широкие большие то есть проемы большие поэтому предложили такой вариант сделать вот как смотрится откосы на маленьких дверях или про маленьком проеме да видно что они во первых по диагонали излом идет и еще излом идет сверху вниз на нет то есть сверху 10 сантиметров выступом угла а снизу и сходится на нет для того чтобы плинтус ровно там стал когда будут обходить проем чтобы плинтус был ровно в этом видео будет показан весь процесс кроме покраски этот откос и мы подготовили под окраску для начала нам необходимо приклеить от уголки по уровню ровно клеим уголки по периметру с одной и с другой стороны далее натягиваем струны снизу закручиваем в точке где нам нужно у нас это 20 сантиметров 23 по моему и сверху отступаем сбоку 10 сантиметров 10 сантиметров снизу также 10 сантиметров но с другого и с другой стороны отмечаем перемычка здесь она из гипсокартона добавлена чуть-чуть пониже опустили работники поэтому выпиливаем отверстие чтобы достать до бетонной перемычки вот это сантиметров 10-12 сверлим бур на 6 перфоратором берем струны струна единичка обычная стальная проволока катанка по моему это проволока для связки армопояс и арматур закручиваем шуруп по бетону или шуруп нагель закручиваем ну в смысле наживляем на всю глубину не закручиваем потому что потом будем этим же болтом натягивать струну вот снизу затем закрутили и шурупом по бетону натянули струну трещоткой вручную дотягиваем до нужного звука по струне чтобы не перетянуть его аккуратно чтобы она не порвалась и там глаз не попало и то есть аккуратно нужно вручную лучше ориентироваться по натяжению точно также сейчас по горизонтали мы крутили ровно по лазеру то есть горизонт у нас ровно но по диагонали с одной стороны 10 сантиметров и с другой стороны 10 сантиметров и перехлёст буду будет по струнам забиваем пластиковый дюбель и в него вкручиваем болты которые у нас уже участвовали на видео мы по ним заливали стяжку по струнам ключ на 13 закручиваем в пластик стена газосиликатный блок поэтому в ней ничего не держится держится только пластиковые дюбеля болт удобно использовать предварительно в нем чуть ниже шляпки просверлены отверстия поперек болта для протяжки проволоки по мере того как болт закручивается в дюбель струна натягивается удобно еще том плане что этим же болтом можно регулировать расстояние между двумя струнами то есть вертикальная струна и вот эту которую сейчас мы натягиваем ею вот ключом рожковым удобно регулировать дотронулась струна хочет чтобы две страны дотронулись друг до друга у нас не было зазора и смещения чтобы не было теперь фиксируем струны конечно где тоньше слой удобно можно сразу под 0 гипсовую штукатурку нанести конечно же обязательно все грунтуется ребята я на своих видео не всегда показываю что грунту но это обязательное условие обязательно каждый раз нужно грунтовать наносим первый слой штукатурка гипсовая белорусская ну можно использовать любую штукатурку гипсовую ну или цементную если вы делаете снаружи сейчас нам нужно просто накидать общий слой общую форму и зафиксировать струны вот по чуть-чуть по чуть-чуть накидываем по мере пост подствования раствора мы добавляем по чуть-чуть конечно весь слой за один раз нереально вытянуть тянули мы не знаю дня 45 может быть потому что слои толстые пока просохла то сейчас вот мы накидали вот зафиксировали струны и все и оставляем сухой сверху тоже сверху сложнее в том плане что во-первых горизонт во вторых что там вся высота 10 сантиметров тут если снизу по бокам только сверху 10 не идет на сквозь на 0 то сверху вся общая по пике высота 10 сантиметров то есть вот основание до края струны то есть пикает а бугорок будет 10 сантиметров просохла теперь уже штукатурим под 0 так сказать в общую форму выводим все же этой же штукатуркой обязательно грунтуется то есть так нанесли штукатурку высохла погрунтовали опять нанесли высохла погрунтовали тянем по струне и по уголку удобно струна держится жестко уголок стоит жестко и тянем выводим форму наша цель сейчас как скульптур вывести общий фон общую форму вот такая общая форма так все опять этот слой высох где-то через неделю на демонтировали струны чтобы они нержавели потому что они из черного металла клеем алюминиевые уголки вот срезали конец валка и сейчас будем продалбливать вовнутрь чтобы уголок сел под ноль а сверху так вот и будет также всю такую же ситуацию сделаем не на других откосах и сверху есть другой края вот снизу продолбили сейчас по лазеру выставили на наскос в уголок лазер и по лазеру будем выводить уголок наносим штукатурку и приклеим уголочку уголочек нужен для того чтобы когда будем затирать чтобы у нас было уголок жесткий чтобы не выводить эту грань вот эту очень тяжело если нету основания очень тяжело выводить уровень прикладываем для выравнивания плоскости вот вниз у нас там выходит на ноль где-то сантиметр 12 от пола уже уложим пол где-то 12 10 12 сантиметров у нас остается чтобы плинтус ровно там приклеил ну конечно же куда же без глаза на глаз обязательно нужно посмотреть точно также делаем верх и другую сторону теперь тянем уже финишный слой штукатурки между уголками шпатель держим ровно горизонтально шпаклевка акриловая акрил польская полимерная так такой момент смотрите что ровно горизонтально держим шпатель здесь ровно если мы поворачиваем шпатель по диагонали то будет вот бугор посередине а если в эту сторону поворачивать то яма поэтому только горизонтально тянуть нужно вот так чисто вот активность него то все горизонтально все чуть-чуть почистили погрунтовали будем забиваем упоры все забиваем день ровно все вот такие вот забиваем и высыхает потом еще один слой вот финишем прошли остаются такие бугорки но это все шлифанется будет готово под уже финишную отделку вот так смотрится извинка в этом маленький маленький проем конечно когда тени играют смотрится интересно ну такая отделка конечно не для всех кто-то может не понять заказчику понравилось так шкурим наждачка 4 сотка круговыми движениями как обычно перетираем все свои обязательно нужно вот этот рубчик вывести уголочек грунтуем грунтовкой глубокого проникновения концентрат один к трем развели маленьким валиком грунтуем и и и Так, грунтовка подсохла, подмазали, вот, окрыл плацем. Вот, где-то были места, сейчас, вот, чуть-чуть подмазывали, где были впадины, неровности какие-то, так вот, чуть-чуть сделали, но это все будем зашкуривать, когда все высохнет опять, зашкурен, вот так вот подтянули, зачистили, набили неровности, ну, где усадку дала шпаклевка, ну, ничего, это все подтянется и все будет путем. Итак, вот, завершили подготовку откосов. Это уже подготовили под покраску, будем красить безвоздушным методом, поэтому подготовили все. вот такой откос получился, один и второй поменьше. Так что, смотрите, в другом видео покраска, покрасим и снимем, как в итоге будет смотреться, когда не будет черноты вот этой вот от алюминия. Таморочек, конечно, много, не каждый сможет это сделать. Ну, в принципе, весь процесс показан, кому интересно, могут повторять. Могут свое, улучшать что-то. Мы так сделали, решили сделать так. Однако, ну, да. Ну, да, ну. Ну, да, ну, да. Ну.